Бананы бьют рекорды. Их цена стала самой высокой впервые за 15 лет. В Иркутске в некоторых магазинах за килограмм бананов просят 140 рублей и выше. По данным Росстата увеличение произошло минимум на 48%. Причина – рост курса доллара. Эти кадры нам прислали наши мобильные корреспонденты, возмущенные высокой стоимостью экзотического фрукта. Вдвое выросла и стоимость одежды популярных брендов в Иркутске. Такие данные после исследования цен на платье весенне-летнего сезона этого года опубликовал Fashion Consulting Group. Это связано с тем, что экспортеры модных марок заявили о возможном сокращении поставок на 30%. Только за минувший год экспорт одежды в Россию из Европы упал на 4%. В денежном эквиваленте это почти 2,5 миллиарда евро. Что характерно, российские бренды тоже подняли цены. Причем сразу на 71%. Комсомол сегодня открылся в третий раз. Напомним, крупнейший на сегодняшний день в Иркутске торгово-развлекательный комплекс уже открывался в тестовом режиме в конце 2014 года, но в начале 2015 был закрыт. И после повторного открытия торговый центр снова пришлось закрыть. Перейти от теории к практике пришлось учащимся Зиминского ПТУ. Накануне молодые люди соревновались в ремонте и изготовлении деталей для тепловозов. Работу конкурсантов оценивало жюри. Чтобы не ударить в грязь лицом, будущие машинисты и слесари проходили практику в местном вагонном депо. Две недели мы обучались. У нас была практика в депо. Каждый день ходили, узнавали, записывали, учили, разбирали, участвовали в разборке с тепловоза, снимали контактора. Инициатор конкурса молодежный парламент при законодательном собрании области. Какой приз получили особо отличившиеся конкурсанты, расскажем в вечерних выпусках новостей 18 и 20 часов. Министерство образования и науки России намерено добиться, чтобы расходы на услуги по уходу и присмотру за детьми в группах продленного дня взяли на себя регионы и муниципалитеты, а не родители. Об этом сообщает Russia Today с отсылкой на пресс-службу ведомства. По словам представителей министерства, в ближайшее время методические рекомендации будут направлены во все субъекты Российской Федерации. Это позволит полностью освободить родителей от финансовой нагрузки. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту astmrsobaka.ru или звоните по телефону 33 13 28. Увидимся менее чем через час.